В Тосинском районе в культурно-спортивном центре. Сегодня мы познакомимся с участниками и делегациями от поселений Тосинского района. Подведем итоги первого этапа смотра конкурса «Ветеранское подворье-2016». И, конечно же, с большим удовольствием посмотрим выставку, подготовленную участниками всех поселений нашего родного Тосинского района. Ну и, конечно же, в итоге мы победим и наградим всех победителей смотра конкурса «Ветеранское подворье-2016». И сейчас мы приветствуем аппаратистментами всех гостей нашего праздника. Мы приветствуем делегацию участников финала смотра конкурса «Ветеранское подворье-2016». Красноморское городе обусиление. «Ветеранское подворье-2016» Это поселок Лесерного корпуса и поселок Родопинникова. Еще раз ваши аппаратистменты. «Ветеранское подворье-2016» Город Любань, поселок Любань, поселок Севцов. Мы приветствуем... Соль и суть нашей земли, на которой мы живем, на которой мы воспитываем своих детей. Потом мы начинаем от этого воспитывать своих внуков. И мы вот этим всем дорожим, детьми, внуками. И мы в них вливаем вот эти все капли нашего правильного... От имени Президиума Совета, районной организации, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, я от души вас приветствую здесь, в этом зале. Наконец-то мы все здесь собрались, победители первого этапа, номинанты на победу и уже победители районного осмотра конкурса. Когда-то великий наш ученый-селекционер Мичурин сказал, нам нельзя сдать милости от природы, взять их у нее наша задача. Природа нам в этом году не оказывала милость. Природа затопила нашу картошку, природа, так сказать, все время лилась с небес. Но вы преодолели все эти трудности. И вот эта выставка, которая сегодня, она показывает, как вы трудитесь, каких отличных результатов вы достигли. Поэтому... Ветеранское подворье 2016 награждаются благодарственными письмами Советы первичных организаций ветеранов войны и труда. И для церемонии награждения мы приглашаем Виктора Валентиновича Захарова. Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда города Тосна. Председатель Михаил Иванович Паричный. И мы приглашаем председателей к нам на нашу импровизированную сцену. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Никольского городского поселения. Председатель Валентина Дмитриевна. Совету первичной организации ветеранов войны и труда поселка Сельцов. Председатель Ивов Сергея Макаренко. Совета первичной организации ветеранов войны и труда Красноборского городского поселения. Председатель Мария Николаевна Стадникова. АПЛОДИСМЕНТЫ Такие дружники, их поискать в России. И только в лесе на корпусе, в лесе на поселении найти такие. Вот представляю, и животноводство, и птички, и винограды, и цветы. Приезжайте к нам в гости, мы всегда встречаемся с пирогами и с настолечкой, которую я уже тяпнула. Поэтому я и говорю. Так что, наше самое гостеприимное поселок. Мы вас все любим и приглашаем вас к себе в гости. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Хотелось бы, благодарственное письмо вручить Мариане Михайловне Волковой, победителю первого этапа смотра конкурса ветеранского подворья 2016. То есть, сельского отделения объединения бывших малолетних кузников фашистских консулагерей Ленинградской области в номинации «Лучший овощеводство». А я добавлю, что у нее день рождения. И мы поздравляем ее с днем рождения и небольшой подарок рождения в Украине. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приглашаем вас к следующему поселению. Это Парносовское городское поселение. Поселение подготовило 50 участников. И 7 человек стали победителями первого этапа из 9 номинаций. Председатель Совета ветеранов Лидия Павловна Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ В основном у Парносова дома одинаковые. А у дома огород, значит, заготовок на круглый год. Вот. Парносов всегда было в 3-динкерах. Так оно и есть. Если бы сейчас, так оно и будет. Парносов, в 3-динкерах, всегда. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте познакомимся с шахтинским сельским поселением поближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Я потом к вам призыву, да? Участников конкурса 6 человек. Победителем первого этапа стали 5. Председатель Совета ветеранов Александр Александрович Лазик. И он же победитель первого этапа лучших в Петербурге. Мы просим вас сказать, что есть вернословка о вашем поселении и о вашем исполнении. Мы просим вас сказать, что наши поселения должны с конца радость сделать. Выразить, что сроки у нас не проходят. Потому что выразить, если сюда останутся начать, то мы можем помочь. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 У нас очень хорошие люди, большие дружники, и мы их будем поздравлять отдельно у себя в Тельмонском сельском поселении. Лучшего учеников, Ольгу Михайловичу Рокinqu cells, лучшего учеников, лучшего учеников, лучшего учеников, лучшего учеников и лучшего учеников, judges всех поздравить. А здесь я конкретно хочу поздравить и представить вам нашего лучшего человека, который постоянно участвует в смотре конкурса и сейчас является победителем смотра конкурса «Ветеранское подворье» Тостинского района. Спасибо за внимание. Владимир Иванович, у нас уже несколько лет участвуют в конкурсе, мы, правда, в этом году его учелы подняли, но я думаю, что сегодня трудом он их переборит. Дорогие друзья, еще мы закрыли вручить подарки в Руденопольском поселении. Администрация поселения хочет вручить подарки. Администрация поселения хочет вручить подарки. Поселение подготовило пять участников на конкурс. Из них победителей в первом этапе стали трое-четыре человека. Председатель Совета ветеранов Ольга Валентиновна Федорова. Я вам просу рассказать несколько слов о выставке и о поселении. Дорогие друзья, выставки в речной армии расписываются. Просто выставка поражает вооружение, какими объемами, такими замечательными результатами, которые доделись наши все участники. Лично наше поселение представило на данном скале эту строку, пусть может быть незначительную, но это не столько количества объемов, сколько оригинальности. Вот я хочу продемонстрировать первые наши экспонаты. Выставки в речной армии, не проходите мимо, вас все поспешали. Но как вам приятно прошло, это не самый большой взгляд, а рыбка, но она очень симпатичная. Вот давайте сделаем, кто увидел таких коматиков. Маленькие и очень интересные. Коматик хоть и ростом не велик, зато в конце угодник, как название гласит. А вот как мы все покажем вам куклу. И на куклу, и на овощи хорошие. Настоящий ужин в народе зовут. Как в овощи так окажут. Вот так и у нас куклу цифра, цветы и овощи. И делают прекрасные произведения из лица. А в наше администратство я хотела бы вручить своим победителям грамотные и ценные подарки. Награждается в учреждении Дагарина Николаевна победителем в фонд Романкурса «Ветеранская панка». Награждается Шишкина и Дагарина победитель в фонд Романкурса «Ветеранская панка». Пять участников и победителей первого этапа конкурса. Председатель Совета ветеранов Дмитрий Николаевич Веселук. В поселок Любовь подготовили 10 участников на конкурс, и из них победителями стали 5 человек. Председатель Совета ветеранов Любовь Василий Токмудрявцева. И в поселок Сельцо подготовила 4 участника и победителя конкурса. Председатель... Покажем! Урожай! Свой вам покажет! Покажем! 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 В нашем номинате на районе для лучшего участия вы прошли у нас, вы будете проводить по любому. Я благодарен за своим номинатом, которые засунулись в город в вашем регионе. вы получите в городе. Покажем! Покажем! В этом году мы очень рады, что наш номинар и на земную номинату оказалась в ННИВСКАА лучшим журналом Эта женщина уже более 50 лет разводит спор, у нее очень много коров, много свиньи, куры, крови. И несмотря на это, у нее тоже есть приветствия с поколением, у нее ручка, Настя, тоже очень более 10 лет занимается животоводством, тоже имеет очень много здоровья, при школе, все очень хорошо. А вы видите девочки наши, которые здесь вставили, вы здесь как-то, мы в этом конкурсе, мы ждем все агрессивно. Вот у нас женщина, у нее первое место в лучшем бессиональном покое, и в его смысле, у нас сегодня есть мой папа и, понимаете, это наше время. Ну и эта женщина, она очень много, вы видите, какой у нее самый лучший, такой у нее, самый лучший, такой устроенный, самый лучший. И, ну, какими мы избраны, он, в общем, такой устроенный, и даже вообще-то, мы расстроились, что она не попала. Но она у нас, и наш комиссий, нашим, и он, и все. В первом этапе остались 7 человек. Председатель Совета ветеранов Нина Ивановна Новикова. Это деревня Новолисина. Деревня подготовила 13 участников, а победителями первого этапа стали 6 человек. Председатель Совета ветеранов Далина Антоновна Шишкина. Село Ушаги подготовила 18 участников на конкурс, а из них победителями стали 6 человек. Председатель Совета ветеранов Наталья Михайловна Маркова, она же победитель первого этапа в номинации «Лучшие цветоводы». И это поселок Ушаги. Количество участников 12 человек, победителей 6. Председатель Совета ветеранов Антонина Федоровна Новожилова. И сейчас снова Тоснинскому городскому поселению. Пожалуйста, расскажите о своей большой выставке о работе поселения. Дорогие друзья, Тоснинцы, постоянные участники ветеранского подхода во всех номинациях. Сегодня мы предпредставляем все наши поселения, которые вы нашли на стол, на плакатах, как вы видите, в нашей плакатности жилы. У нас, в нашей победителе есть ветеранская, так сказать, доноследие. Дорогие друзья, мне очень понравились слова фермера, который сказал, что пусть на 20 лет протянутся. Я хочу сказать стихотворение, как хорошо, как здорово, что есть святая Русь, где молятся, печалятся, но верят до конца. Что Бог на дна мешается, до снации отца. Где празднуют, так празднуют, где водку с горя пьют. И люди очень разные, но в одном поют. Что по миши качаются, что волна мать река. И песни не кончаются, но верят до конца. И пусть я не пророк, но верят до конца, что никогда не кончится моя святая Русь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Также население сегодня получает подарки. Посмотрите, пожалуйста, на этих замечательных людей. Все они подготовили эту хорошую выставку, целый год трудились. АПЛОДИСМЕНТЫ Бориса Анатольевича Синашкина. АПЛОДИСМЕНТЫ И благодарственное письмо вручается Галине Сергеевне Денисовой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все люди у нас, так сказать, замечены, никого мимо никого не прошли. Но самая главная номинация сегодня у нас – это детская грядка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дети, значит, есть у поселка и у страны будущего. И мы вам представляем нашу очаровательную жительницу поселка Алексею Валерьевну. Я могу о ней очень много говорить. Этот ребенок трудолюбивый и, можно сказать, гундеркинг. И поет, и сочиняет стихотворения. Она у нас умница, и мы ее борьемся. Спасибо. Мы давайте познакомимся с, наконец-таки, с основным городским поселением. Количество участников конкурса 28 человек, а из них победителями первого этапа станет 6 человек. Председатель Совета ветеранов Мария Николаевна Стальникова. Пожалуйста, Ирина, на слово вам. Вы извините, я много времени не возьму, не беру, потому что меня не остановит до утра, дорогие мои друзья. Что я могу сказать про Кратный город? Кратный город. Нас все знают. Он у нас состоит, извините, нахозяк наших советских толка. И хочу сказать. Вы извините, пожалуйста, Даниловича. Мы не первый раз. Мы даже были, наше путешествие было и в областном. Если мы или в другое лето, или пораньше, или попозже, мы привезли немножко сюда. Если будет желание, на следующий год приезжайте к нам. У нас все есть. Вот видите, есть у нас и морковочка, и капуста, и пирожки. Есть фраза начинка. Извините, уже ничего не осталось. Мы долго ждали вас, простей, дорогие мои. Вот. Теперь я вам еще пару слов скажу. Немножко. В осаду ли, в огороде, были мы, или глядки? Вам сейчас поют чертушки, что нас тут на глядке? Ах, усадница моя, хороша я знаю. Поработаю я на ней. Куртус урожай, урожай у нас коров. У родницы густо, и морковка, и коров, белая капуста. Про коров у нас осталось очень мало. По древней шла корова, и мы чаны не спрятал. Сделал два, три, по чаны, и осталось без спрятал. На своей усадьбе я время убиваю. Попутела, истощала, в ушах забираю. Спасибо за внимание, дорогие мои. Приезжайте к нам на следующий год. На следующий год мы лето лучше перенесем.